На сезон 2021, то есть стоят высокие задачи, наверное, задачи каждый год у нас стоят всегда высокие, поэтому такие же и прежние остаются у нас цели. Первое – это, естественно, показать прекрасную и отличную игру, порадовать на данный момент, можно сказать, наших телезрителей, потому что неизвестно, когда спортивный комплекс арена сможет принять зрителей, поэтому задачи высокие, в каждом турнире нужно показать максимум, что мы умеем, максимум, что мы сможем, и я думаю, что если эта игра будет у нас прекрасна, то и результаты будут у нас высокие. Трансферная политика клуба в этом году была очень такая тяжелая, потому что ключевые игроки Виктор Политаев, Лауре Кермен, Ярослав Подлесных, Дмитрий Пашетский покинули расположение клуба, и достаточно тяжелая у нас была работа с Алексеем Игоревичем в летний период времени по комплектации команды, но я на данном моменте считаю, и команда показала уже за два предварительных этапа Кубка России, за первый тур чемпионат России показала, что действительно команда скомплектована хорошо и может показывать высокий результат. Первое и основное, наверное, что была слишком большая пауза, и мы провели корректировку, исходя из этого, то есть первый сбор был как бы вводный, подготовительный, также ребята получили на руки программы, которую они выполняли онлайн, то есть с контролем наших тренеров по физподготовке, в общем-то все прибыли в прекрасном физическом состоянии, соскучившиеся, как я уже не раз говорил, в большей степени приходилось тормозить ребят, потому что опасались все-таки, что большая пауза и долгое время отсидки по домам, вот, что есть риск травм, и в общем-то первые две недели тренировались по одной тренировке, не втягивались, а с начала августа уже полноценную работу развивающую проводили, ну, в общем-то доволен и отдачей, и отношением, и коллективом, то есть все те цели, которые были поставлены, все было выполнено. Ну, все было сделано с умом, профессионально, то есть плавно вкатились, не форсировали события, провели сборы без микротравм, без всего, то есть отдельное спасибо, это тренерскому штабу, это их заслуга, и каждого игрока, в частности, то, что все приехали в готовность, и отличительная черта на каждом, на каждой пресс-конференции, говорю, Кузбасс, это наша атмосфера, и в эту атмосферу, я думаю, несложно влиться, то есть мы все стараемся друг другу помочь, поддержать, и поэтому новички плавно очень сюда влились, так что все хорошо. Восемь из восьми игр выиграли, плюс удалось посмотреть в деле всех игроков, то есть практически полноценно участвовали все 14 спортсменов, которые были заявлены. Познакомился с ребятами в какой-то степени, потому что со многими, конечно, играл против них, уже в прошлом году увидел команду с тренерской стороны, но когда ты находишься внутри, то есть это совсем другая ситуация, и еще также есть различия между тренировочным процессом и игровым процессом. В тренировочном процессе всех уже прекрасно изучил, в игровом процессе нужно было посмотреть, и как раз эти восемь матчей прекрасно до этого подходили. Ну и плюс, с ребятами мы не раз говорили, что менталитет победителя вырабатывается в каждом матче, независимо от его важности. Сейчас вообще уровень чемпионата, он выровнялся, то есть ты не можешь недооценивать никакого соперника, не надо никого там превозносить выше положенного, да, скажем. Есть хорошая команда «Динамо Москва», которая ставит перед собой такие же цели, как и мы, борьба за медали. То есть есть «Динамо Ленобласть», которая, в общем-то, очень хорошо, плотно укомплектована и могут доставить неприятности любому сопернику. Ну и мы видели, что Нижний Новгород такой заведомый аутсайдер, наверное, но они с «Динамо» прекрасную игру вот в первом туре показали, то есть играли там под три часа и довольно-таки высокий класс был. На самом деле, качество игры оставляло желать лучшего с обеих сторон. Наверное, это начало сезона, наверное, это первый матч. У нас там свои были, скажем так, недочеты в игре. Питер, понятное дело, по каким причинам тоже не максимально был готов к игре. Вот результат положительный, но есть над чем работать. Ну, как говорится, с хорошим настроением идем дальше в любом случае. Сказывалось волнение, прежде всего, что все равно самая такая важная была игра, потому что Кубок России предварительно этот эпап все равно рассматривался как подготовительный. Было это волнение, из-за этого выглядело все немного скомканно. Плюс понимали, что разобранный Санкт-Петербург не должен нас обыгрывать, и из-за этого тоже не могли, может быть, где-то раскрепоститься и показать что-то большее. Но, тем не менее, мы сделали то, чего хватило для победы. Это Лига чемпионов. Здесь слабых клубов не бывает. Тем более, то есть у нас группа – это итальянская Модена, топовый клуб, который уже на протяжении, не знаю, сколько там, многих лет и орает в Лиге чемпионов. Варшава и бельгийский клуб КНАК, который тоже постоянно представлен в Лиге чемпионов. Группа хорошая, группа сильная. Я еще раз отмечу, что в Лиге чемпионов не бывает слабых команд, не забывает слабых групп. Поэтому будем идти постепенно. Да, то есть первый – это у нас групповой этап, который хотелось бы пройти, и дальше уже будем идти дальше. Конечно, Модену, наверное, не нужно отдельно представлять. Понятно, что они потеряли там многих лидеров в сравнении с прошлым годом. Ну, также приобрели хороших игроков, и я думаю, что они способны доставить неприятности и побороться за любой титул, в общем-то, в которых они участвуют в соревнованиях. Что касается Варшавы, то есть это команда на половину составлена из сборной Польши, поэтому тоже, наверное, говорить ничего не нужно. Я считаю, что у нас самая такая ровная, наверное, крепкая группа из всех. И КНАК тоже собрал сейчас, вернул в команду бывших лидеров очень такие плотненькие ребята, которые я уже не хочу относить к аутсайдерам, там, да, ни Бельгию, никого. Так в прошлом году уже этот разговор у нас был, и Бельгию относили к аутсайдерам, она, в общем-то, нам доставила очень много неприятностей, да, сказали. Так что хорошая, интересная группа, и я думаю, что будет борьба, думаю, что будет интересно болельщикам посмотреть. Я надеюсь, что уже к этому времени все-таки мы вернем их на трибуны. Очень хотелось бы, чтобы наш седьмой игрок присутствовал все-таки на нашей площадке. Сейчас, конечно, не будет хватать нам нашего седьмого болельщика. Все знают, какая у нас атмосфера в Кемерово, в арене, когда присутствуют наши болельщики. Это, естественно, огромная помощь от них. Сейчас нужно переждать этот момент, когда ситуация с коронавирусом чуть-чуть ослабнет, когда болельщики смогут прийти на трибуны хотя бы в 25%, потом, надеюсь, что 50-100% наполним арену. А сейчас хотелось бы обратиться, чтобы болельщики болели за нас, равно это чувствуется поддержкой. Поэтому болейте, переживайте, и надеюсь, что команда порадует вас. Конечно, мы ждем. Конечно, эта атмосфера, которая царит здесь, в спортивном комплексе, она прекрасна. И, конечно, нам будет ее не хватать. Поэтому верим, что ситуация наладится, и мы увидим нашего седьмого игрока с нами рядышком. А так пока интернет, телевидение. Сейчас остается терпеть и ждать того момента, когда наконец-таки можно будет приходить в зал. И мы, как игроки, тоже скучаем по этой атмосфере и сожалеем, что такая ситуация, потому что чувствуем именно вот эту поддержку. Я знаю, что другим командам не нравится в нашем зале играть, а, соответственно, жалко, что мы не пользуемся этим, как обычно. Ну, с другой стороны, вызов для нас теперь пытаться в более ровных условиях обыгрывать.